22 ступеньки нужно преодолеть семье Чикрыкиных, чтобы просто выйти на улицу. На инвалидной коляске это сделать практически нереально. Но сейчас ситуация изменилась. В этом четырехэтажном доме без лифта живет Чита Чикрыкиных, пенсионеры Владимир Степанович и Тамара Михайловна. Муж Тамары Михайловны, инвалид первой группы, передвигается на инвалидной коляске и самостоятельно спуститься с крутой лестницы не может. Он тяжелый, больной, и бывают всякие приступы, иной раз нужно в поликлинику его отвезти, в больницу, а не отпустить. Мне с транспортом, допустим, соцзащита поможет или такси, в конце концов, вызвать. А вот здесь спуститься нет возможности. Чикрыгина Тамара Михайловна обратилась еще два года назад по поводу создания доступной среды для ее мужа. Но, к сожалению, технической возможности установить пандусы нет или мультилифты. Поэтому мы предложили им гусеничный электрический подъемник. Тамара Михайловна сама опробовала новый агрегат в действии. Такие электроподъемники довольно высокотехнологичны. Они имеют несколько степеней защиты от съезда и разряда, кнопку аварийной остановки и электромагнитный тормоз. В запасах хода хватает 23 лестничных пролета. Аккумуляторы 12-ти вольтовые, два аккумулятора. Мощность у него около 40 ватт. Хватает для транспортировки колясочника весом 130 килограмм. В управлении подъемник тоже довольно прост. Внук Тамары Михайловны без труда разобрался с устройством. Будем пробовать. Получится, не получится. Дело в том, что я, конечно, сама не смогу, очевидно, вот это вот, опускать его только вот на детей, на внука Надежды. Мы довольны, хотя побаиваемся. Такие подъемники сегодня вручили еще двум маломобильным жителям города Видное. А в прошлом году их получили шесть нуждающихся. В муниципалитете с 2018 года работает губернаторский проект «Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды», на реализацию которого за два года было затрачено почти 7 миллионов рублей. За это время на основе общения с маломобильными жителями было отработано более 100 маршрутов людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптированы для их нужд более 20 подъездов и более 70 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.